Здравствуйте, это Украла Афтиви, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гетьман, Медицинский центр Куризма. А с нами на связи Олег Жданов, которого мы очень рады видеть. Олег, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время. Здравствуйте. Олег, если позволите, давайте, наверное, начнем сегодня не просто с традиционной ситуации на фронтах, к этому вопросу мы обязательно вернемся, но сегодня я хотела бы начать наш с вами разговор с сообщения пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины. Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. Для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть главный российский пропагандист Владимир Соловьев. По данным ГУР, 11 марта планируется организация телерадиомоста и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России. Это значит, что события должны произойти, вот эта провокация, сегодня-завтра. Зачем? Чтобы что? Чтобы втянуть Белоруссию в войну. Вы же помните, как после мочулища, после взрывов там в мочулище, всех же собак вешают на нас. Если вы обратили внимание, сейчас в сети уже гуляет даже такая подытоженная, наверное, список с итогами, в чем виновата Украина. Что Украина виновата на теракты в мочулищах, Украина виновата на теракты в Брянской области, Украина виновата в подрыве Северного потока, первого, второго. Украина имеет отношение к протестам в Грузии, оказывается. Даже туда мы достали. Идет массовая дискредитация Украины, и Россия хочет представить нас страной-террористом в мире, что мы причастны ко многим террористическим актам, а параллельно еще втянуть в войну. Кстати, Лукашенко в своей речи сказал две короткие таких фразы. Первая, он сказал, что когда вот это мочулище, видите, он боится упомянуть, что это белорусские партизаны, что есть какое-то, оказывается, движение сопротивления Белоруссии, которое официально взяло на себя ответственность. Они там кого-то переловили, хотя это движение заявило, что люди, которые были причастны к нападению на вот этот самолет, они покинули Белоруссию. И даже то, что эти партизаны... Не Украина выложила видео с беспилотников, которые атаковали этот самолет. Кстати, очень классное видео с дрона, который сел на антенну, посидел, покрутил камерой, потом взлетел и улетел. Это говорит о том, как защищается стратегический аэродром. Он этого не хочет видеть. Он видит только то, что это рука Киева, что это наши диверсанты пришли... А мне все время хотелось добавить, помните, как в Крыму с оранжевой палаткой и шлепанцами вьетнамками. Наши диверсанты пришли, отдохнули, покурили и ушли. И он сказал две фразы. Он сказал, что вызов брошен. Это и да. А потом в конце такая промелькнула фраза у него практически в финале его спича, его речи, что нас в войну не втянуть. Да, я тоже обратила на это внимание, что якобы Украина хочет втянуть их в войну. И он сказал, что нас в войну не втянуть. Дело в том, что сегодня Лукашенко уже нечем воевать. Я бы так сказал. Это, конечно, громко сказано, но он постарался снизить боевые потенциалы своих вооруженных сил максимально. Он раздал все. Он Путину отдал все, что Путин хотел. Боеприпасы, пожалуйста. Технику сохранения, пожалуйста. МОБ-ресурс, хотите вербовать наемников в Белоруссии, пожалуйста, вербуйте. А теперь у него кроме войсковых запасов практически ничего не осталось. Это не война. Это будет так. Поход. Одноразовый поход. И, соответственно, Путину надо продолжить эту риторику. Втягивание, во-первых, провокации со стороны. Обвинят же нас, Украину. Скажут, что наши диверсанты. Это с одной стороны. А с другой стороны он пытается поставить Лукашенко перед фактом, что тот не может отказаться от вступления войны. Что типа на тебя же напали. Ты же сказал, что если хотя бы один выстрел будет со стороны Украины, то Беларусь ответит. Так вот, пожалуйста, тебе. Целая провокация. Отвечай. Так что я думаю, что Россия не оставляет надежды на то, что Белоруссия все-таки вступит в войну на стороне Российской Федерации. Белоруссия же, в свою очередь, Лукашенко, на мой взгляд, четко понимает, что приказ о наступлении или о вступлении в войну, это будет его последний приказ в должности президента, хоть и самого провозглашенного президента Белоруссии. Ну, если еще уже закончить тему Белоруссии, то хочется вспомнить, что вчера, как ни странно, Беларусь сказала, что и Польша тоже причастна к этому теракту. И якобы, что люди, которые участвовали, они сейчас на территории Польши. Польша тоже, вот я для себя отметила, устанавливает противотанковые ежи на границе с Белоруссией. То есть идет серьезное какое-то укрепление границы. И вчера в Белоруссии было интересно замечено передвижение вертолетов, которые вначале подлетели ближе к границе, потом снова вернулись обратно. Вот вся вот эта активность вам о чем-то говорит или нет? Потому что мы, честно говоря... Молодец. Я скажу так. Лукашенко, ну, наверное, покруче Станиславского. Вот эти показательные выступления, вот эти спектакли... Ну, Путину остается только сказать верю. Вот Станиславский говорил не верю, а Путину остается сказать, он размывает ответственность. Он размывает ответственность, он уходит от... Он пытается... Он понял, что Путин его будет ловить на этом. И он пытается перевести стрелки куда? На Польшу. А у меня вопрос. Эти ребята-партизаны, они все спортсмены по прыжкам с шестом? Потому что высота забора с колючей проволокой на границе, который сплошной забор от начала до конца этой границы, около пяти метров. И плюс, как они могли уйти в Польшу? Никак. То, что Польша строит на границе, действительно, они там делают линию обороны, создают в инженерном отношении, ее наращивают. Ну, я так думаю, что это уже поляки делают на перспективу. Скорее всего, они предполагают, что Белоруссия откажется анклавом в плане интеграции с западным миром. С юга мы... А мы же так то же самое строим. Северная граница. Мы ставим забор, бетонный забор, обваловываем его землей. Колючая проволока на путях, на коммуникациях. Везде у нас минные поля, противотанковые рвы и пулеметные гнезда. Все как учили в школе. Так что, вот в этом плане, да. Но то, что Лукашенко обвинил, резко поменял вектор с южного на западный, это говорит о том, что он пытается размыть ответственность и пытается, чтобы Путин не сказал, ну, ты же бросил, ты же сказал сам, что вызов брошен, да? А он ему скажет, так вот, мои комитетчики, там, КГБ, допустим, Белоруссии, нашло еще и польский след, что они в Польшу ушли. Может, это Польша, и что я буду нападать на Украину, если это надо на Польшу нападать, раз туда партизаны ушли, понимаете? Вот что он делает. Он постоянно лавирует. Он делает, ну, вот, как скользкие, пытается уходить от конкретной ответственности. Ну, кстати, в этом плане он надо отдать должное. Он, ну, столько лет, у него опыт какой, он не дал себя ни разу загнать в угол. А сегодня еще у него этот визит в Пекин, на мой взгляд, это очень такой, ну, я даже высказал предположение, что Сюзерена нового себе определил, но это показатель того, что Лукашенко не положил все яйца в одну корзину. Он съездил в Пекин, скорее всего, за поддержкой, именно со стороны Китая. Своей поддержки, Белоруссии поддержки. То есть, где можно будет взять и кредит, где можно будет заручиться какой-то поддержкой в плане экономической. Там же Китай же успел понастраивать заводы. Вы в курсе, да, Белоруссия? Ну, как же. Они построили под Минском. До войны и после? До войны или уже во время? Нет, до войны, до войны. Китай вложил туда довольно хороший. У них даже есть район под Минском, в районе Жодино. Там, где указатели на дорогах стоят на двух языках, на белорусском и на китайском. Там они построили автомобильный завод по производству двигателей для грузовиков. Мощность завода на минуточку 20 тысяч двигателей в год. Это же надо их куда-то деть. На какие-то машины их надо поставить. А показатель того, что вот многие говорят, что да нет, вот Белоруссия, она будет оружие там через нее будут поставлять и прочее. Так у меня тогда вопрос. Смотрите, в Белоруссии есть совместная оружейная разработка Китай-Беларусь, Полонез. Реактивная система залпового огня. Дальность пуска 200 километров. 200 километров. 308, по-моему, миллиметров калибр ее. Это китайская ракета А-20 и белорусская платформа МАЗовская, типа Смерча. Та они пакет чуть-чуть поменяли. И обратите внимание, что один такой дивизион, Полонез, воевал в Карабахской войне. Азербайджан официально его купил и применял его в ходе боевых действий, в 44-дневной войне. А сегодня Беларусь не передала ни одной пусковой Российской Федерации. А они происходят совместно с Китаем? Да. Китай дает боеприпасы, а Беларусь и артиллерийскую часть китайская, пакет направляющих, и боеприпасы к ней. А база МАЗовская, белорусская. Это совместно. И в Беларуси есть такое один дивизионное вооружение в составе вооруженных сил Беларуси. Но почему-то Китай, видимо, не разрешает белорусам, чтобы россияне использовали такую довольно... Я скажу, что из всех РСЗВ по дальности пуска это, наверное, самая мощная. Самая дальняя система. 200 километров, извините, это оперативно-тактический уровень. Почти. Но вот это подчеркивает тот факт, что Китай не собирается через Беларусь и гнать оружие в Российскую Федерацию. Вот чтобы уже окончательно закончить с Беларусью, считаете ли вы, что вот возможная провокация, о которой написала украинская розетка, может перерасти в наступление из Беларуси? Или об этом по разным причинам говорить не стоит? Я думаю, что нет. Я думаю, что она не перерастет. Ну, Лукашенко, скорее всего, на мой взгляд, Лукашенко уже однозначно и давно определился, что он не участник в этой войне. Если он не пошел в наступление в составе первичной группировки в феврале 22-го года, то после ухода российских войск с северного фланга, когда мы их под Киевом сильно погромили, и они приняли решение, что надо уходить очень быстро, фактически отступать, если он до того не вошел в эту войну, я думаю, что он теперь уже не войдет. А развитие ситуации идет не в пользу Российской Федерации. Поэтому нет. На мой взгляд, он сделает все, чтобы в этой войне не участвовать. Ну, тогда, Олег, если позволите, давайте перейдем традиционно к нашей теме, с чего мы обычно начинаем, это с ситуации на фронтах. Ну, по ситуации на фронтах, смотрите, север мы практически разобрали, там все без изменений. Единственное, что надо отметить, за последнюю неделю началась ротация российских войск на учебных центрах в Осиповичах и в Брестской области полигон, не помню название, 6-я мотострелковая дивизия передислоцирована в Луганскую область. Поехала. Погрузилась на эшелоны, поехала в Луганскую область. И сейчас в Белоруссию заходят, зашли уже первых два эшелона на этой неделе с личным составом и техникой на обучение. Это не усиление группировки. 5 тысяч вывели, ну, сейчас завели только 500, там порядка 450-500 человек и 79 единиц техники. И я так понимаю, что дальше будут еще пребывать эшелоны на обучение личного состава. То есть, видите, даже здесь Лукашенко говорит, пожалуйста, нужны полигоны, учитесь. Нужны инструкторы, кстати, все белорусские там. Они учат российских мобилизованных, потому что в России нет, не хватает спецов на обучение личного состава. Вот это изменения, которые прошли на северном, на северной границе. К сожалению, Сумская, Черниговская и Харьковская область, там, северо-восток, там идут постоянные обстрелы. И даже были случаи применения авиации для обстрела в нашей территории. Больше всех, я так понимаю, страдает Харьковская область, потому что там количество населенных пунктов колеблется постоянно. 20-30 территориальных громад обстреливает Российская Федерация. Это что касается вот Северского, Полесского и Волынского направления. Дальше по линии фронта Луганская область, там Российская Федерация забуксовала наступление. Они пытаются, продолжают пытаться атаковать Купинское, Лиманское направление, но успеха не имеет. Основные бои идут в районе Купинска, в Купинских лесах так называемых. Посадки переходят из рук в руки, поэтому линия фронта движется, но движется в обе стороны. То они нас придавят, то мы их придавим. Но в любом случае наступление российских войск, особенно на Алиманском, ну и на Купинском направлении, забуксовало. Они имели вначале там частичный успех, немножко продвинулись, даже один населенный пункт взяли под контроль, захватили, но дальше все остановилось. Донецкое направление, да, здесь от Солидара до Марьинки, вот это самый горячий участок, самый на сегодняшний день. Все бои сейчас сосредоточены вокруг Бахмута. Даже Авдеевка и Марьинка немножко отошли на второй план. Несмотря на то, что у них был успех на севере Авдеевки, они продавили там немного нашу оборону, но нам удалось в последние несколько дней удалось стабилизировать фронт, и там продвижение российских войск остановлено. Сегодня они даже меняют тактику. Они поняли, что закольцевать Бахмут не получается никакими силами. Даже если они просто будут строем идти в атаку, все равно это не поможет. А почему, Олег? Потому что работает наша артиллерия совместно с нашими войсками. Все, что пытается двигаться навстречу друг другу... Ну, смотрите, южный фланг за Бахмутом мы фактически стабилизировали. Он уже почти неделю никуда не двигается. Мы там даже их частично отодвинули от трассы Бахмут-Константиновка. А вот на севере, там, где больше всего вот этих ЧВКшников, где они бесстрашно идут на наши пулеметы под воздействием каких-то психотропных препаратов, потому что нормальный человек, разумно рассуждая, все равно инстинкт страха все равно присутствует. У каждого сейчас. Здесь этого нет. Мы предполагаем, что там они не просто так. Что, скорее всего, применяются какие-то... Ну, скорее всего, наркотические вещества. Для того, чтобы они так вот бесстрашно наступали. Там они имели частичный успех, чуть-чуть пытались продвигаться, но мы их остановили навстречу войскам южного фланга. То есть закольцевать не получилось. Единственное, что они сейчас делают, они пытаются удлинить вот этот коридор. Коридор где-то около пяти километров шириной. И они пошли в направлении Часов-Яра наступать. Тут пытаются продвигаться. Немного частично тоже имеет успех. Кое-что они там продвинулись, но незначительно. И практически остановлено. И сегодня вот Пригожин говорит об этом. Сегодня на севере образовался, если на юге там выступ небольшой, то на севере образовался довольно большой выступ российских войск за Бахмутом. Они пытаются расширить вот этот коридор, удлинить этот коридор. И получился выступ. И теперь они опасаются флангового удара со стороны сил обороны или вооруженных сил Украины. Это то, о чем говорил Пригожин, да, в этом видео? Да, 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 это то, о чем... Ну, видите, Пригожин, на мой взгляд, смотрите, если брать с точки зрения войны, то ЧВК воюет нормально и даже лучше, чем регулярные части российских войск. Вот в пример можно привести Угледар. Смотрите, в Угледаре после катастрофического, на мой взгляд, разгрома морская пехота сдулась. Даже после ротации, после восполнения потерь, после усиления казачьими батальонами, они все равно... Кстати, казаки там, или как там они просили их называть, не называть казаками. Ну, короче, вот эти отряды, которые там два батальона на усиление дали морской пехоте, они написали коллективное письмо, сделали видеообращение, сказали, мы в атаку больше не пойдем. Угледар мы брать не будем. И обратите внимание, уже третью неделю после вот этого массового разгрома, ни морская пехота, ни вот эти батальоны усиления наступательных действий в районе Угледара не предпринимают. Олег, вот сегодня, поправьте меня, если это не так, я вот когда вспомнила сейчас только, среди всего много прочитанного, я вспомнила, что вот эти войска, которые должны прийти на смену в Угледар, они тоже написали обращение, чтобы им дали снаряды. Это меня тоже удивило. Это сейчас, на мой взгляд, благодаря Пригожину сейчас создается новый мем в российской армии. Мы не наступаем, у нас нет снарядов. Дайте снарядам, мы будем наступать. Пока начинает разбираться, где какие снаряды, где эта артиллерия, соответственно, время уходит. И у них действительно сейчас начинается снарядный голод. Они снижают темпы. Ну, если летом в районе Северодонецка они выкладывали по 60-70 тысяч, ну, нет, не Северодонецк, летом на всей линии фронта, они за сутки выкладывали где-то 60-70 тысяч снарядов артиллерии. То сегодня максимальное количество боеприпасов в сутки, которые применяет российская артиллерия, 15 тысяч. Это в четыре раза сократилось. И тенденция идет к сокращению. Сокращению почему? Потому что на сегодняшний день наша разведка говорит, что на европейской части Российской Федерации складов с боеприпасами не осталось. Промышленность Российской Федерации может покрыть, ну, процентов на 30, не больше, с колес. А где брать остальное? Остальное они сейчас вывозят с южных регионов России и с Дальнего Востока. Вот то, что там копил Советский Союз на войну с Китаем, вот это все сейчас вывозится сюда. Естественно, состояние этих боеприпасов не самое лучшее. С учетом их хранения, я видел такие снаряды, когда-то сам имел дело с ними, 43-го года выпуска. Снаряды к ЗИС-3 и танкам Т-34 с пушкой 76 миллиметров. Когда ты берешь за ручку ящика, а он рассыпается как бумажник. И все пять снарядов разлетаются веером. Собираешь их в кучу, в охапку и несешь как вязанку дров. Вот. Это такое было. Ну, мы стреляли им. Контрольный отстрел. Правда, приходилось возиться в том плане, что их надо отмывать, очищать снаряды от ржавчины, а гильзы отмывать от окисления. Такой синий налет появляется на латунных гильзах. Я это к чему рассказывал, потому что сейчас Россия занимается тем же самым. То есть, под эти снаряды, кроме того, что логистика этих снарядов увеличилась, расстояния увеличились, а еще и трудозатраты. Надо целую рабочую команду, которая будет перебирать эти боеприпасы и готовить их к стрельбе. Плюс надо проводить контрольный отстрел каждой партии снарядов на предмет ее пригодности. Иначе они столкнутся, ну, сто процентов, они столкнутся с проблемами, когда будут осечки очень частые, а осечки могут вызвать детонацию во время разряжения орудия, во время экстракции снаряда из ствола. Вот, это первое. И второе, то, что такое качество боеприпасов будет выводить артиллерийские стволы из строя намного быстрее, чем... Ну, и вот некоторые даже военные аналитики предполагают, что через 2-3 месяца российская артиллерия резко пойдет на спад. Из-за качества боеприпасов и из-за их количества. Поэтому в российской армии это уже мем. Что, дайте, у нас нет снарядов, мы не наступаем. И, скорее всего, он пошел с подачи Пригожина. Пригожин на этом пытается делать какую-то свою политическую, на мой взгляд, карьеру, не военную. Почему? Потому что, судя по активности боевых действий, которые ведут ЧВК Вагнера на северном фланге Бахмута, я бы не сказал, что у них отсутствует боеприпасы. Или что у них нехватка боеприпасов. Они довольно сильно давят наши войска. И для нас это огромная проблема. И мы с трудом сдерживаем вот этот натиск со стороны Вагнера. Если бы у них не было боеприпасов, то мы бы перешли в контрнаступление. В контратаке хотя бы на этих участках. Мы не можем себе этого на сегодняшний день позволить. Ну и что касается, видите, мы с вами, в принципе, Марьинку и Марьинка. К сожалению, там идут просто ожесточенные позиционные бои. Во Авдеевке, я сказал, мы более-менее стабилизировали фронт. Он стоит. И остается у нас Херсонское и Запорожское направления. Олег, если позволите, можно еще небольшое уточнение по Бахмуту? Вот вы очень интересно вспомнили Вагнера, вагнеровцев. А я все-таки тогда в этом смысле вспомню еще сегодня странные заявления Пригожина. Учитывая то, что он воюет под Бахмутом. Для того, чтобы я прекратил просить боеприпасы, мы не отключили все телефоны специальной связи во всех офисах и подразделениях, а также заблокировали все пропуска ведомства, ответственные за принятие решений. И Пригожин заявил, что теперь он имеет возможность просить дополнительные поставки снарядов только через СМИ, что, собственно, и планирует делать. Очень интересная история, особенно если учесть, что он занимает достаточно важную, наверное, играет какую-то важную роль. На мой взгляд он просто, он сам нарывается на неприятности. Вспомните, куда делись все командиры, полевые командиры 14-го года. Где там Бородай, где там эти Пушилины, прочее. В этом смысле вспоминается, одних уж нет, а те далече. Да, да, абсолютно правильно. И такая же судьба ждет Пригожина. Он единственное пытается пиариться, он пытается не уйти в небытие, чтобы его там тихонько где-нибудь что-то с ним не случилось. Поэтому ведь не персонально Пригожин командует частного ЧВК «Вагнера». Нет, там есть военные спецы, есть оперативный штаб в этой структуре, который управляет личным составом, который планирует организовывать боевые действия. И поверьте, независимо от того, видите, даже Пригожин сам себя фактически топит. Если у тебя нет никаких контактов, как ты воюешь, как ты управляешь войсками? А может ты уже вообще отстранен от управления войсками? И твоя, бывшая твоя организация, я бы уже так, наверное, сказал, и бывшая твоя организация воюет под четким руководством Генерального штаба Российской Федерации, который и организовывает боевые действия, и организовывает взаимодействие. И почему-то российская артиллерия поддерживает действия вагнеровцев. Так тогда вопрос, а каких боеприпасов не хватает? И кому не хватает? Лично Пригожину? Нет, вагнеровцы воюют, и просто Пригожин боится, что теперь, если он уйдет в тень, то все. А это финит а-ля комедия. Его политическая карьера на этом закончилась. Он никак не может понять, что империя, она не терпит восхождения новых лидеров. Ни в коем случае. ВОЖ не позволит этого сделать. Его использовали как резино-техническое изделие номер два, и все, оно выбросили. Он одноразовый. Когда надо было держать фронт и брать солидар, ему дали все полномочия. Ему дали артиллерию, ему дали авиацию, ему дали танки, ему дали возможность вербовать зэка. А когда задача выполнена, теперь, фактически, происходит, на мой взгляд, происходит утилизация Вагнера через боевые действия. Сегодня, лишившись основного потока ресурса из числа заключенных, они вынуждены вытягивать свои резервы с Российской Федерации. Кстати, по разным оценкам говорили, что вагнеровцы держат в резерве до 30 тысяч наемников на территории Российской Федерации. Ух ты! И это очень серьезно. Это не зэки. Это те, которые более-менее подготовленные, которые ездили на спецоперации в Африку, в Сирию, в Ливию, на Ближний Восток, в Средиземноморье. Так вот, сейчас, на мой взгляд, генеральный штаб Российской Армии создал условия, когда командование этой частной военной компании, не берем сейчас Пригожина, вынуждено вытягивать эти все резервы и бросать их в бой для выполнения поставленных задач. И таким образом происходит естественная убыль самой организации. В конечном итоге она сойдет на ноль. Кстати, часть этой организации, в основном ЗК заключенных, перебросили в Мелитополь. Уже отсюда. И поэтому на вот этом участке, это, кстати, говорит о том, что, ну, в подтверждение моих слов сказать, что боеспособность этих подразделений очень высокая. На сегодняшний день, вот то, что они используют, вот этих настоящих наемников, подготовленных, вот, с одной стороны. А с другой стороны, подпитки, кроме как собственными резервами из самой глубины страны, у них на сегодняшний день больше нет. Значит, они когда-то что? Они когда-то закончатся. Кстати, сегодняшняя, по-моему, сегодняшняя информация западных СМИ, по-моему, британская, написала, что под Солидаром и Бахмутом уже потери где-то около 20-30 тысяч. Это и вагнеровцы, и, ну, и ЧВКшники, и регулярные части Российской армии. Ну, Олег, и тогда, чтобы закрыть уже вопрос с Бахмутом, вот много о Бахмуте мы говорим, там, что 7 месяцев уже длится оборона Бахмута, и было в какой-то момент ощущение, что мы выводим оттуда свои войска, вот, затем все-таки было решено не выводить. И Александр Сырский сегодня в своем телеграм-канале написал следующее, что оборона Бахмута продолжается более 7 месяцев. Силы обороны совершили ряд тактических действий, которые на данный момент не дали врагу взять в город, в оперативное окружение, но ситуация остается очень тяжелой. Российские силы действуют привычными методами, не считая людей, но количество воинов не является решающим преимуществом или фактором победы. А в целом, вот, из таких слов мы понимаем, что мы будем удерживать Бахмут, и я так понимаю, что он превращается в какую-то тоже стратегическую точку, которая для нас важна, то есть уже чтобы понять, да, что я так понимаю, что мы из Бахмута не будем уходить. Ну, я тоже так понимаю, что решение принято удерживать, и удерживать его любой ценой. Я не знаю, какой критерий определит для себя генеральный штаб, который послужит той вехой в принятии решения уходить, не уходить. Но пока решение не уходить. И держать Бахмут любой ценой. У меня есть понимание, какой замысел пытается реализовать наш генеральный штаб, не буду им делиться. Вот, но на сегодняшний день скажу так, что, видите, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот, мы с вами не обладаем тем объемом информации, который есть в генеральном штабе. И раз они уже решились на то, что надо держать Бахмут, еще раз повторюсь, я догадываюсь, что они имеют в виду, или какую главную цель они преследуют этой операцией. Но то, что сказал Сырский, что мы фактически воюем на грани фола. Вот, ситуация может измениться в любой момент. И вот это удлинение коридора, оно очень опасно для нас. Понимаете? Потому что даже если не будет окружения, но выходить по такому длинному коридору, который перекрестным огнем простреливается с обоих сторон, это очень будет, архи-сложная будет задача. Вот, поэтому, ну, будем надеяться, что генштаб реализует ту идею, которую они вложили в эту операцию. Вот, нам нужна передышка на фронте. Ну, как передышка? Нам надо отвлечь внимание российских войск где-то на два, полтора-два месяца. Поэтому, может быть, поэтому мы затеваем вот эту грандиозную битву за Бахмут. Теперь, если можно, давайте перейдем к запорожскому направлению, потому что буквально несколько дней назад, может быть, неделю, да, я читала, что россияне там готовятся к какому-то наступлению. Потом эта информация пропала. Вот интересно, как сейчас это выглядит, что там? Где-где я просто... На Запорожском. А, Запорожское направление? Нет, там не к наступлению готовятся. Нет, там к обороне готовятся. Вот меня это удивило, что вот совсем недавно они творят наступление. Смотрите, ситуация вот какая. Тут может быть двойственная ситуация. С одной стороны, может быть, сработала информационная операция специальная, и мы опять, мы смогли убедить противника, навязать противнику наше мнение. На мой взгляд, ну вот, с учетом, с учетом мировой прессы, я бы так сказал, уже даже где-нибудь в отдаленном Папуа-Новой Гмине, и все знают, что вооруженные силы Украины будут наступать на запорожском направлении. Да. Да. Будут идти на... Это распиарено и растиражировано от мала до велика. Все это знают. И мы сами об этом все время говорим. Конечно. И мы об этом все время говорим. А вчера за экономист, ну, довольно уважаемое издание, вчера вообще расписал операцию в деталях. Точно назвал дату, сказал 6-8 недель, численность группировки и так далее, количество бригад. Ну, все. Осталось только расписать, сколько автоматов и танков будет участвовать. И место, где мы пойдем в прорыв. Самое интересное, что это нам страшно поможет, вот то, что они это сделали. Это тоже удивительно. Поэтому Российская Федерация, они определили запорожское направление как направление сосредоточения основных усилий в оборонительной операции. Что бы Путин там не говорил, как бы Путин не топал ногами и не кричал, что надо наступать, в Генштабе, к сожалению, в Российском Генштабе тоже есть генералы, которых есть военное мышление. И они прекрасно понимают, что из Запорожской области надо делать укрепрайон. Что они и делают. Поэтому запорожское направление насыщается войсками, максимально насыщается войсками. На опасных участках, таких как Углидар, они пытаются, ну, они хотели, видите, у них не получилось, они хотели взять Углидар, чтобы он стал опорным пунктом их обороны, еще одним опорным пунктом. Вот. Но мы не дали им этого сделать. И они сейчас топчутся сейчас под Углидаром. Но зато на всех остальных, смотрите, Мелитополь, они превращают в укрепрайон, Каховку в укрепрайон. Вокруг Бердянска роют окопы, даже вдоль побережья роют окопы. А вот вдоль побережья зачем? Вот это непонятно. А вдоль побережья за тем, что, ну, они же понимают, опять же, это наша информация, которую мы доносим, в том числе и до них, что мы не будем штурмовать наши города в лоб. Достаточно, допустим, окружить, встать вокруг Бердянска и зайти со стороны побережья, я имею в виду не с воды, потому что с воды у нас нечем заходить, а вдоль побережья взять город в кольцо. И все. Огневой контроль над морской гладью, чтобы не было снабжения группировки войск, сколько они продержатся в таком окружении? Очень мало. А еще, если под огневым воздействием, высокоточными боеприпасами, уничтожение, допустим, логистики запасов гарнизона, топлива, продовольствия, боеприпасы, то поэтому они роют, чтобы мы не могли подойти с флангов к городам. Ну, правда, непонятно, хотя я говорю, что если нечем заняться, то пусть копают непонятно вот окопы вдоль побережья Черного моря в Крыму. Ну, там просто все перерыли. Это удивительно. А можно в этом контексте, можно еще тогда один момент, потому что я тут для вас свое готовила. Подождите. Тут просто дело в том, что Крым готовит к серьезной обороне. И даже вот так называемые эти руководители Крыма говорят, что мы так нестандартно готовимся. А Крым они, оказывается, тоже готовятся серьезно. Защищать более того. Они даже готовят. Очень интересно, что во время на захваченном России Крыму так называемые местные администрации создают планы эвакуации для своих сотрудников. В ряде городов такие планы уже утвердили. И в частности оккупанты формируют перечень работников их семей. И в частности вот в Красноперекопске такой уже список есть. Вот. Это тоже вот интересный нюанс. Ну, там скажу так, что на мой взгляд там идет стандартный распил бюджета. Это чисто по-русски. На укреплениях, да? На строительских бюджетах. Да, конечно. Не, ну смотрите, они там в основном либо скалистый, либо песчаный берег. Два типа берега на Крымском полуострове. Нету там таких почв с лесополосами и так далее. На песчаном берегу строительство окопов в песке. Они же там пытаются их сделать, обшивать щитами деревянными с обоих сторон, да? Так вот, после первого шторма или хорошего дождя останутся одни эти щиты. Вся эта обваловка песчаная, она просто уйдет в море. Ее размоют водой. Так что это бесполезный как бы вариант того, что они делают. Это раз. Второе, ну, можно давать лирическое отступление. У нас нет бригады ихтиантов, которые выйдут на брех морской, 30 рыцарей прекрасных и пойдут штурмом на какой-то объект, военный объект Российской Федерации. Поэтому это с точки зрения военной, это бесполезно. Делайте, ну, как бы, ладно, не буду подсказывать, что надо делать. Ну, пусть копают. Если есть деньги, как у нас скажут, есть часто натхнение, пусть копают, пусть вкладывают деньги. Но оно, это бесполезно. Опять же, Крым, ну, порядок освобождения Крыма, ну, у нас, как всегда, в своем пророка нет, да, в своем отечестве нет пророка, да. Но вот когда озвучивают это в Украине, это сильно не воспринимается. Но когда это озвучил Бен Ходжес, план освобождения Крыма, да, это уже принято за истину и растерживано на весь мир. Ну, пусть будет так. Не будем претендовать на пальму первенства. Так вот, он, ну, что он сказал? Он сказал, что они надо в лоб штурмовать. Выходите на Азовское побережье, обваливайте оставшийся пролет Крымского моста, берите под огневой контроль паромную переправу и все. И дальше планомерный вынос объектов, военных объектов на территории Крыма. Для этого надо вооружение с дальностью пуска от 150 до 300 километров. Что нам обещают к началу наступления. И, кстати, я так понимаю, что вопрос с авиацией решен. Ну, может быть, она будет не западная, может быть, будет альтернатива. Мигами? Мигами закроют? Да. Польскими и словацкими мигами. Может быть, это даже будет лучше. Почему? Потому что мы эти миги знаем. У нас есть пилоты. То есть мы их можем приступить к эксплуатации, как только они появятся на наших аэродромах. У нас есть техническая база и специалисты для их обслуживания. Но в чем преимущество этих мигов будет перед нашими? В том, что эти самолеты переоборудованы под натовское вооружение. Они не могут нести наше вооружение, потому что все поменено. А вот натовское вооружение, ракеты класса воздух-воздух, ракеты класса воздух-земля, планирующие бомбы, просто бомбы. Потому что это истребитель-бомбардировщик. Это же не просто истребитель. Они все это могут. У них вся аппаратура для этого есть. У них все технические там плюшки, замки, подвесы. Это все сделано под натовский стандарт. И вот это все может применяться для прикрытия войск с воздуха, начиная от прорыва обороны, заканчивая, допустим, теми же спецоперациями. Если мы в Крыму погасим ракетами ПВО, то почему бы наша авиация вместе с беспилотниками не начала работать по тем же военным объектам в Крыму. И поэтому, кстати, эти окопы могут пригодиться Аксенову и его команде для того, чтобы прятаться во время авиационных налетов или ракетных ударов. Как мы сейчас бегаем по бомбоубежищам каждый раз. Вот теперь они побегают по бомбоубежищам, когда будет Украина наносить. Только мы будем по военным объектам, а не по энергоинфраструктуре полуострова украинского наносить удары. В этом отличие. Олег, ну и ваш прогноз, если можно, на ближайшее время, скажем, на ближайшие пару недель, как вам представляется, могут развлачиваться события, учитывая разные обстоятельства, которые мы сегодня обсуждали и которые не успели обсудить. Но я приберегу их для следующего раза, потому что у меня тут мелким почерком исписано три листа. Смотрите, я думаю так, что все будет крутиться вокруг донецкого направления. Бахмут, Авдеевка, ну может быть Маренко. Вряд ли они соберутся на Угледаре. Почему? Потому что российская армия сегодня приходит к состоянию, когда они могут проводить наступательную операцию только на одном оперативном направлении. На одном. Все. Тянуть два направления одновременно вряд ли они смогут. Поэтому я думаю, что все будет крутиться вокруг Бахмута в основном. В основном это будут позиционные бои. Очень тяжелого характера. Сейчас они немножко в ближайшие недели могут притормозиться. Ввиду того, что начинается сезон дождей. Начинается весеннее распутиться. Степь потихоньку тает. Начинается слякой. И они могут более-менее активизироваться где-то, наверное, в апреле месяце. Нам надо додержаться до мая. Вот с начала мая, конец апреля, начало мая, я думаю, что мы будем вполне готовы к началу контрнаступательной операции. Где она будет проходить? Какими силами будет ее проводить генеральный штаб? Ну, тут сказать очень трудно. Оставим интригу старую, не будем менять. И будем говорить, что основной удар это может быть либо Углидар-Волноваха. Кстати, именно поэтому они и Углидар хотят отбить у нас, захватить. Либо это будет Мелитополь-Бердянск. В любом случае, все равно главной целью остается выход на Азовское побережье. Он решает все задачи одним ударом. И задачу Запорожской атомной он решает. И задачу Каховки Северокрымского канала он решает. Это вода в Крым. И задачу сухопутного коридора, которым сейчас пытается обохвастаться Российская Федерация. Так что я думаю, что мы переходим в этап позиционной войны. И если брать за основу информацию The Economist, то 6-8 недель позиционной войны. 6-8. Олег, спасибо огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень рады вас видеть. Это тот случай, когда хорошо, но мало. Вопросов было часа на три. Но вот есть только час. Спасибо большое. Олег Жданов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признаете ли вам наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь. Спасибо. ireOT Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...